я вас приветствую меня зовут дмитрий георгий добыкин и мы с вами на портале exeget.ru сегодня мы с вами поговорим о втором псалме почему мы о нем сегодня разговариваем потому что в нем есть пророчество христе салтирь достаточно много говорит о христе и будет очень интересно разобрать эти псалмы и так второй псалм чтобы начать понимать его нужно сказать следующее что в псалтире экзегеты извлекают или отмечают псалмы которые мы можем назвать царскими почему потому что в этих псалмах говорится о царе и его царстве если читать эти псалмы просто буквально и в контексте только ветхого завета то можно сказать что этот псалом или эти псалмы были написаны ко дню коронации или точнее помазание помазание того или иного еврейского царя здесь важно понять что когда происходил вот этот обряд помазание люди воспринимали это как усыновление бог усыновляет вот этого человека делает его своим сыном и делает царем то есть с точки зрения людей того времени царь это такой усыновленный сын бога и если прочитать эти псалмы то это очень хорошо видно но вот есть у этих псалмов определенная сложность если их читать только буквально если их прочитать буквально то они напоминают какие-то какие-то немоверное восхваление этого человека царство этого этого сына будет вечным ему не будет пределов он сокрушит всех всех своих врагов если мы возьмем историю еврейских царей то мы увидим что далеко не все цари удачно царствовали далеко не все цари там вели успешные войны но и в конце концов все цари умерли конечно мы можем сказать что эти псалмы царские псалмы это просто такие вот примеры восточного красноречия где-то много преувеличений но если бы это были бы просто бы там какие-то стихи которые там спели на коронации и все забыли эти песни находятся в священном писании и тем самым нам говорят что они богодухновенные и они важны для нас и это прекрасно понимали еврейские экзегеты еще до рождения иисуса христа и когда они читали эти псалмы они не понимали их как указание на какого-то земного конкретного царя они понимали их как указание на миссию который придет и будет царем и и вот именно такое понимание понимание того что эти эти псалмы указывают на на новый завет и на миссию есть и в новом завете в книге деяний приводятся отрывки из этого псалма и они прилагаются господу нашему иисусу христу давайте мы разберем для того чтобы было более понятно мы этот псалом разобьем на несколько отрывков и каждый отрывок будем разбирать итак итак второй псалом зачем метутся народы и племена замышляют тщетное восстает цари земли и князь и князья совещаются вместе против господа и против помазанника его расторгнем узы их и свержим себя оковы их этот отрывок вот как раз конкретно эти стихи и книга деяний прилагает к восстанию или такой заговору еврейских руководителей против иисуса христа 10 народы князья цари это руководители еврейского народа и мы действительно знаем что они составляли заговор они восставали против иисуса но на самом деле это было восстание против господа и восстание против его помазанника то есть против миссии каков смысл этого восстания расторгнем узы их и свергнем себя оковы их это очень интересно закон господень который был дан на синае понимался как некое иго как некое бремя которое человек на себя одевал и носил и соответственно когда расторгнем узы с оковы это не просто вот ну никак какая-то связь это отвержение закона и отвержение завета каков результат этого отвержения живущий на небесах посмеется господь поругается им тогда скажет он в огневе своим в ярости своей приведет их смятение помазал царя моего над над сионом святую горою моею весь этот заговор погибнет да вот там пятницу и в субботу казалось что у противников иисуса христа все получилось иисус на суде иисус у пилата иисус избит иисус ведется на голгофу иисус на голгофе иисус умер великую субботу он лишь лежит во гробе гроб охраняют победа смутьян повержен но христос воскресает и все разрушается все разрушается все это гибнет и слова я помазал царя моего над сионом святую горою мое это как раз о воскресении смотрите христос воскресает и тем самым он показывает что он действительно миссия миссия царь израилев далее следующий отрывок возвещу определение господь сказал мне ты сын мой я ныне родил тебя просил меня и дам народы наследие тебе и пределы земли во владение тебе ты поразивших жезлом железным сокрушивших как сосуд горшечника давайте здесь разберемся вроде бы вроде бы все понятно но давайте давайте посмотрим на 7 стих я ныне родил тебя если задуматься над этим отрывком тон вызывает вопросы а как можно приложить слова ныне к бесконечному безначальному богу мы понимаем что здесь речь идет о втором лице пресвятой троицы как к ним можно приложить слова родил ныне какой-то вот временной временной промежуток если мы будем говорить что да было какое-то время когда сын родился а до этого не было то мы впадем в ересь орианство но мы говорим о том что сын был всегда как бог он был всегда давайте попробуем ответить на этот вопрос и наверное самое простое толкование ну наверное здесь речь идет о рождении сына в теле то есть о рождестве но такие толкования встречаются но все-таки стоит рассматривать этот отрывок именно в свете царских псалмов царский псалом ли там царские псалмы вот этот коронация помазание на царство понимала как усыновление и как рождение здесь мы можем тоже сказать что здесь идет как бы речь о коронации о усыновлении когда христос воскрес то он показал что он действительно сын божий что он царь израилев что он мессия и вот поэтому вот этот ныне мы можем понимать как указание на воскресение иисуса христа что получает иисус после своего воскресения он получает во власть все народы которые будут ему служить и господь поразит их о каком поражении о ком служении здесь идет речь это подчинение языческих народов иисусу христу ненасильственное люди сами будут приходить к иисусу христу их гордость будет сокрушена полностью и они признают истинного бога истинного бога в лице иисуса христа страдающего распятого и воскресшего и последний последний отрывок этого второго псалма и так вразумитесь царей научитесь судьи земли служите господу со страхом радуйтесь перед ним с трепетом почтите сына чтобы он не прогнился и чтобы вам не погибнуть в пути вашем ибо гнев и возгорится вскоре здесь обращение ко всем народам о том чтобы они служили господу и почитали сына это указание на то что к богу мы можем прийти только исповедуя сына господь наш иисус христос неоднократно говорил о своем посредничестве между людьми и и богом например он говорит я есть путь только двигаясь этим путем мы можем прийти к отцу я есть дверь то есть чтобы вой войти прийти к богу нужно пройти через эту дверь апостол павел говорит о том что един посредник между богом и человеком человек христос иисус еще возвращаясь ко христу христос говорит о себе что раньше вы ничего не просили во имя мое теперь просите если вы попросите то отец вам даст и так чтобы получить спасение чтобы не погибнуть нужно принять сына его гнев возгорится вскоре это второе пришествие как нам выжить в этом втором пришествии да и как нам вообще жить в этом мире и жить не просто нажить счастливо надо уповать на него вот второй псалом который говорит нам об иисусе христе спасибо за внимание меня зовут дмитрий добыкин и мы с вами были сегодня на портале exget.ru всего доброго внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео это очень красиво о о о о Продолжение следует...